В столице рождается прекрасная традиция. Власти все чаще обращаются к жителям, чтобы узнать их мнение по важнейшим вопросам. Вспомним, например, народный бюджет, идеи которого были услышаны и уже начали воплощаться в жизнь. Красивые цифры, что к 2030 году Таллин планирует снизить углеродные выбросы на 40%, а потом в 2050 году и вовсе должна быть достигнута экологическая нейтральность, должны воплощать в жизнь не только власти, но и обитателей города. Самые большие волнения таллинцев связаны с увеличением числа автомобилей и с уменьшением зеленых зон внутри города. Число автомобилей ежегодно увеличивается на 5%, и уж точно такими темпами климатической нейтральности достичь не удастся. Когда заявляют, что жители Эстонии автозависимы, то так чаще всего говорят сами автовладельцы. Но есть и другие люди. На самом деле 53% автовладельцев готовы были бы поменять свою машину, на какое-то другое средство передвижения, если бы это было удобнее и быстрее, чем машина. Неожиданно то, что некоторые автолюбители, в свою очередь, предлагают снижение предельной скорости движения. По мнению горожан, велосипедные и пешеходные дорожки должны быть четко выделены в городском пространстве, чтобы не было конфликтов между пешеходами, водителями и велосипедистами с самокатчиками, как нередко случается сейчас. Предлагается и расширение системы общественного транспорта, в том числе и регионального, а также создание единой билетной системы по стране и развитие сети велодорожек, чем город уже и так активно занимается. Сеть велосипедных дорожек должна быть настолько широкой и удобной, чтобы люди рассматривали этот вид транспорта всерьез. Только так можно что-то изменить. Если мы говорим о каких-то единичных отрезках, а не о цельной системе велодорожек, то люди так и не поменяют своих привычек. Важна и доступность зеленых зон. Многим кажется неудобным, что сейчас большинство таких территорий сосредоточены на окраине города. Хотя в центре найти место для зеленых массивов, вроде парков Тондираба и Лемянни, просто невозможно. Но идеи, где в центре можно обустроить зеленые уголки, поступают. Наши амбиции, к счастью, только растут. Люди все больше понимают в этих вопросах. И эта осведомленность растет из года в год. Это как праздник по-эстонски. Сначала все как-то не разогнаться, а потом уже не остановить. Я уверен, что когда мы начнем привыкать к изменениям, дело начнет двигаться само по себе. Многие настаивали на большей прозрачности и доступности информации при принятии решений и публичное обсуждение проектов. Вроде этого – доказательство того, что таллинцев слышат. В общем, экологический праздник по-эстонски, как точно выразился один из наших собеседников, уже начался. И пример тому – 71 письменное предложение по поводу улучшения таллиннской климатической программы, которые поступили всего за две недели. Илья Бань, Лиза Адусо. Новости Таллина. 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 Новости Тал